Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, сегодняшний видос будет о многом, скажем так. Мы сегодня с вами проделаем большой объем работы на фондовом рынке. Ну, относительно большой. Для новичка он может показаться таковым, хотя по факту все это занимает буквально считанные минуты. Короче, сегодня мы с вами продадим некоторые российские бумаги, на вырученные деньги купим валюту и эту валюту реинвестируем в другие инструменты. Ну и про один из которых я расскажу более подробно. Это будет фонд от ВТБ на акции развивающихся стран. Тикер этой бумаги ВТБИ. Ну и, друзья, многие считают, что это хорошая, классная штука. Короче, сегодня будем во всем этом разбираться. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья. Погнали! Итак, друзья, работать будем в приложении брокера Тинькофф Инвестиции. Переходим в мой счет. У меня тут счета два, как вы знаете. Один из них есть, на котором американские акции. На другом у меня находятся валютные фонды. Ну и вот в этом счете мы сегодня покопаемся. Так вот, друзья, у меня тут есть подарки от Тинькофф. Три подарочные акции МТС. Подарки за партнерскую программу. Ну и эти акции у меня уже несколько дней лежат. Не было у меня свободного времени, чтобы ими заняться. Так вот, друзья, эти акции мы сегодня с вами должны как раз продать для того, чтобы на вырученные от продажи деньги закупиться валютой. Зачем я это делаю? Собственно, акция МТС, наверное, не самая плохая инвестиция. Будем откровенны, дивидендная компания. Но, друзья, у меня есть МТС, но они просто у меня в другом портфеле, вообще в другом брокере, в брокере открытия. Поэтому здесь мне МТС просто нафиг не нужны. Тут я для того, чтобы более наглядно отслеживать динамику своих инвестиций, на этом счету я держу исключительно фонды в евро и в долларах. Поэтому российские акции мне тут ни к селу, ни к городу. Поэтому, друзья, заходим в этот инструмент и для его продажи нажимаем кнопочку продать. Тинькофф мне пишет, что доступно три бумаги и от продажи я выручу 1002 рубля. Нажимаем кнопку продать. Ну и все должно произойти моментально. Никакого монтажа, друзья, не делаю. Все, только что. Третьи компании мною проданы. Сейчас они должны исчезнуть из этого списка. Сейчас этот список обновится. Друзья, брюки, брюки превращаются. Так, вот, да, друзья, видите, у меня добавилась сумма. На рублевом счете у меня теперь 1070 рублей, а три моих подарочные акции только что пропали. Итак, первого зайчика мы с вами подстрелили. Зайчик номер два. Теперь нам надо купить на эти денежки валюту. Друзья, покупаем доллар. Для этого заходим в доллар США, но он у меня уже на счете имеется, поэтому я могу это сделать, нажав сюда. Если вы хотите купить доллары и у вас, например, их на счете нет, вы просто в тикере. Вот здесь вот набираете USD. Ну и Тинькофф сразу же этот инструмент вам подтянет. Вот, смотрите, видите, валюта, друзья, доллар США. Заходим в него и покупаем. Нажимаем кнопочку купить. После этого нам с вами нужно будет выбрать, куда мы совершаем покупку. Совершаем мы ее на брокерский счет или на ИИС, но это в моем случае, потому что у меня в Тинькофф два счета. Если у вас он будет только один, ну и у вас, соответственно, вот этой опции не будет. Итак, друзья, мы покупаем на брокерский счет. У меня на все про все 1070 рублей. Цена покупки 76.36. И мне доступно для покупки 13 долларов. Нажимаем 13. Заплачу я 995 рублей. 3 рубля отдам комиссии. Ну, что ж поделать, друзья. За покупку валюты все равно комиссию мы платим всегда. Так, и теперь смотрим. Смотрим, друзья, смотрим, что у меня получилось. Возвращаемся в мой портфель. Так, обновляем информацию. Тоже, друзья, специально, принципиально ничего не монтирую. Да, видим, что у меня осталось 75 рублей и 13 долларов 5 центов на моем долларовом счете. Ну, и, собственно, на эти деньги мы с вами, друзья, теперь будем докупать фонды. Точнее, даже один единственный фонд. Потому что стоит он как раз ту самую сумму. 12 долларов 87 центов. Это ВТБ, фонд на акции развивающихся стран. Ну, и давайте про него более подробно я вам расскажу. И вообще поясню, почему, на мой взгляд, вещь интересная. Ну, и почему я решил его сегодня добрать. Друзья, ну, что такое фонд, я вам рассказывать в этом видео не буду. Я надеюсь, что вы это знаете. Если не знаете, гуглите, ищите в Ютубе, либо ищите на моем канале. Об этом очень много информации. Фонд – это хорошая вещь, позволяющая легко, быстро и дешево диверсифицировать наши с вами инвестиции. Также, друзья, я думаю, вы слышали, что 2021 год, по мнению многих экспертов и аналитиков, станет годом именно развивающихся рынков. Отнюдь не американского, возможно, даже не европейского. А как раз латиноамериканских, российского, друзья, и наверняка китайского. Потому что эти рынки будут быстрее восстанавливаться. Ну, и в целом у них нет такой перекупленности. Там высокая дивидендная доходность, например, на нашем рынке. Короче, друзья, развивающиеся рынки – это тренд 2021 года. Поэтому в этот фонд я, собственно, и решил сейчас эту денежку забросить. Он у меня был и до этого момента. Но я просто его сегодня докупаю. Итак, переходим на сайт ВТБ. Давайте для начала почитаем, что сам брокер пишет про свое детище. Тикер на московской бирже VTBI. Экспозиция на диверсифицированный портфель акций компаний развивающихся стран, в том числе Китая, Индии, Бразилии, Южной Кореи, Тайваня и другие. Уникальная возможность инвестиций с низкими транзакционными расходами, отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора бумаг, а также получение статуса квалифицированного инвестора. Индикатором доходности является другой ETF – iShares Core MCCI-EM. Срок инвестирования, рекомендуемый минимальный срок от полутора лет. Здесь у нас указана стоимость чистых активов в рублях. Ну и мы видим, что денег в этом фонде очень много находится. Ну и стоимость фонда в пересчете на рубли. Давайте посмотрим на структуру активов этого фонда, что, собственно, в него ВТБ запихал. Ну вот, смотрите, друзья, состав этого фонда. Часть этих бумаг я знаю, часть бумаг этих я не знаю. Ну, например, 6% в портфеле занимает Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Tencent – известная китайская компания, более 5%. Более 5% – Alibaba, 4% – Samsung, K187, Mate One, Dian Pink. Ну, дальше, друзья, уже совсем для гурманов. Naspers, JD.com, Neo American Depository Shares Rep, Reliance Industries, China Construction Bank. В общем, полный состав фонда можно почерпнуть на сайте ВТБ. Вот у меня почему-то при попытке его пролистать постоянно зависает браузер. Бьюсь уже над этим 10 минут, поэтому весь фонд, друзья, с вами рассматривать не будем. Ну, я, если честно, даже не вижу в этом смысла. Я думаю, большинству среднестатистических инвесторов эти компании нифига ничего не дадут. Единственное, что мы должны понимать, не все из них мы сможем купить, обладая статусом неквалифицированного инвестора. Я уверен, что даже некоторые из них мы не купим, обладая статусом квала. Потому что части из них, скорее всего, доступны только на других биржах, к которым российскому инвестору вполне может не быть доступа. Ну и вот, друзья, здесь показан состав данного фонда. Довольно неплохая диверсификация. Более 16% в IT, 9,68 связь телекоммуникации. Более 12% сырье и материалы. Далее технологии, потребительский сектор, девелопмент, энергетика, финансовый сектор, потребительский сектор, ППН, здравоохранение, коммуникация, электроэнергетика. Короче, куча-куча разных компаний из разных отраслей. Это хорошо. Управляющая компания фонда ВТБ «Капитал управления активами», специализированный депозитарий акционерное общество ВТБ, лицо, осуществляющее ведение реестра акционерное общество ВТБ. То есть надежность, друзья, просто как в швейцарском банке. Что касается расходов фонда, он дорогой, друзья. Размеры вознаграждения, размеры расходов, совокупные расходы и вознаграждения составляют не более 0,71% в год в соответствии с правилами доверительного управления фонда. Максимальное вознаграждение управляющего не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов. Вместе с тем, в соответствии с правилами доверительного управления фонда, максимальное вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и аудитору не более 0,09% от среднегодовой стоимости чистых активов. Активов. Фактические расходы в 2019 году составили 0,16% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Ну, друзья, смотрите, что нам пишет Тинькофф. Фонд акций развивающихся стран с биржевым тикером VTBI является фондом фондов и покупает исключительно международный ETF. То есть он не сам собирает эти бумаги, а он просто покупает готовый ETF, который содержит в себе эти бумаги. То есть мы платим комиссию за покупку того ETF, поскольку тот ETF тоже имеет в себе комиссию. И еще платим дополнительно VTB за то, что он нам выкупает этот фонд. Короче, друзья, двойная комиссия. Ну и я так думаю 0,71 это слишком оптимистичная комиссия по данному фонду. Она, безусловно, будет выше. Реальная комиссия. Фонд EMI инвестирует напрямую в множество акций стран третьего мира. Ну и здесь вот представлены компании, входящие в индекс всего их более 200 652. Друзья, диверсификация, конечно, потрясающая. За год данный фонд дает плюс 20% роста. За последний месяц примерно плюс 5%. Но, друзья, фонд сейчас находится в приличной просадке. Минус 5,72%. Ну и вот этим мы с вами как раз и воспользуемся. Бумаги надо покупать на падении. Мы с вами только что утвердились во мнении, что в целом фонд перспективный, интересный. Сейчас он стоит недорого. Поэтому, друзья, неплохая идея его сейчас и приобрести. Выбираем один лот. Собственно, один лот мне и доступен на мои деньги. И нажимаем кнопочку купить. Купить. Тоже все происходит без какого-либо монтажа. И у меня только что добавился еще один фонд этого инструмента. И уменьшились деньги на счете. У меня осталось всего лишь 16 центов. Чтобы эти 16 центов не валялись без дела, тоже переложим их в фонды. На этот раз докупим Тинькофф Насдак. Этот фонд, в отличие от ВТБшного, стоит совсем дешево. И мы можем даже на такую небольшую сумму позволить себе докупить один лот. Выбираем количество. Один. И нажимаем кнопочку купить. При покупке фондов Тинькофф через приложение Тинькофф никаких комиссий дополнительно не платим. Все, друзья. Рубль у меня теперь очищен. Ну, соответственно, 75 рублей осталось. Ни одного доллара я пока на эти деньги купить не могу. Осталось у меня 6 центов. И мы только что с вами докупили валютные фонды, которые сейчас находятся в коррекции. Ну, и я думаю, это была неплохая сделка. Напишите в комментариях, что вы думаете про фонд от ВТБ. Что вы думаете про фонды вообще. Да и пишите все, что хотите, друзья. У нас страна пока еще свободная. Все. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня. Пока-пока.